К этому дню они готовились целый месяц. Часами отрабатывали строевые приемы, были и первые стрельбы, и наряды. И вот долгожданный момент. Принятие военной присяги. Товарищ полковник, личный состав 147-го зенитного ракетного полка. Для принятия военной присяги подстроим. На плацу 147-го зенитного ракетного полка более 80 новобранцев. Волнительно не только им, но и их родным. Все близкие в масках, все согласно ЭПИД-правилам. Для принятия военной присяги ко мне. Сейчас самый ответственный момент священного ритуала. Каждый из новобранцев подходит к своему командиру и произносит слова клятвы. После оставляет свой автограф в бланке и в строй уже возвращается полноправным защитником Родины. Все этапы церемонии позади. Звучит команда к торжественному маршу. Ну а теперь самая приятная – встреча с родными. Я рада, что мой сын пошел в армию, будет защищать Родину. Ну, гордитесь им? Да, конечно, горжусь. Я очень надеюсь, что служба будет достаточно легкой и принесет определенный навык. Он обретет какой-то новый и профессиональный, и психологические моменты его характера раскроются. Поэтому я желаю, чтобы все у него получилось. Спасибо, спасибо. А ты что скажешь? После уже приятия присяги, теперь ты полноправный защитник Родины. А все самое веселое только впереди, поэтому оно… Успел чему-то научиться уже за курс молодого бойца? Да, ну маршировать там. Подшиваться. Подшиваться там. По маме скучать научился? Да, конечно. Несмотря на суровую погоду, военная присяга прошла в горячей, теплой и дружеской обстановке. Поэтому сейчас мы организуем встречу с родителями и продолжим выполнение стоящих перед нами задач. Не менее теплая атмосфера и в 83-м инженерном аэродромном полку. Более 40 парней торжественно поклялись защищать Беларусь. Какие эмоции после принятия уже присяги? После присяги очень положительные, исключительно положительные. Но мое мнение, каждый мужчина, если он проживает в этой стране, он должен сделать все для ее защиты, если она ей по-настоящему дорожит. Клятву на верность Родине в этот день произнесли около 8 тысяч военнослужащих. После присяги у новобранцев первое увольнение, время пообщаться с родными. Дальше уже военный будник, где вчерашним мальчишкам придется выполнять возложенные на них задачи. Армию ждет целый комплекс мероприятий боевой подготовки. В сентябре в Беларуси пройдет совместное стратегическое учение «Запад-2021». Максим Кембель, Максим Глёнко. Итоги недели.